Всем привет! Вы на канале Skyward, с вами я Вадим. Я продолжаю вас знакомить со страницами романа Эрих Мария Ремарка «Земля обетованная». Сегодня на очереди у нас будет 18 глава и первая часть этой главы. Для тех, кто впервые приходит на канал, немножко поясню. У Ремарка нет деления на главной части, это я сам делю, для того, чтобы вам более комфортно было воспринимать произведение. Так как, если прочитывать всю главу, это уложится в формат полуторачасовой. Но это не совсем удобно, когда дома есть еще куча разных дел, которые нужно переделать. А так, 20-30 минут, в принципе, за чаем, за кофе, за рюмочкой коньяка или хорошего вина, можно прослушать хорошее, прекрасное произведение, которое на сегодня я считаю актуальным. Ну вот, перед камином, может быть, или на даче. Итак, глава 18, первая часть, Эрих Мария Ремарк «Земля обетованная». Начинаем. «Мы, антиквары и торговцы искусством, живем за счет одного примитивного и неистребимого свойства человеческой натуры». Со вкусом разглагольствовал Реджинальд Блэк. «За счет стремления человека к собственности, свойства поистине удивительного. Ибо ведь каждый знает, что рано или поздно умрет и ничего с собой туда забрать не сможет. И удивительно вдвойне, поскольку каждый знает, что музеи просто ломятся от замечательных картин. Картин такого качества, какие на рынке, встречаются крайне редко. Кстати, вы побывали в музее Метрополитен? Я кивнул. Даже два раза. Хм. Вам бы надо каждую неделю ходить туда, чем резаться в шахматы с этим русским самогонщиком в ваших грошовых номерах. «Вавилонскую башню. Видели? А Талецкий ландшафт Эль Грека?» «Ой, все вывешено, всеобщее обозрение. Даром!» Реджинальд Блэк отхлебнул коньяку самого хорошего для клиентов, которые покупают больше, чем на 20 тысяч долларов. И погрузился в грезы. «Это же бесценные шедевры. Страшно подумать, сколько на них можно заработать». «Это вас тоже говорит человеческое стремление к собственности?» Вернул я. «Нет!» Ответил он с укором в голосе и отвел руку с бутылкой, из которой совсем уже было собрался подлить мне коньяка. «Это моя. Унаследование от предков страсть торговца. Та самая, которая пребывает в вечном споре с моей любовью к искусству. И, к сожалению, то и дело берет вверх. И все равно я не пойму, почему люди не идут в музей, чтобы там без забот, без хлопот любоваться гениальными творениями, а предпочитают вместо этого за огромные деньги приобретать несколько не вполне даже законченных дыга и повесить их у себя в квартире, чтобы потом без конца трястись от страха перед ворами, перед бестолковыми горничными, которые тычут куда ни попадя рукодятью швабры или гостями, способными загасить сигарету, обо что придется. «В любом музее картины гораздо лучше, чем у так называемых коллекционеров». Я рассмеялся. «Да вы просто заклятый враг всех антикваров. Вас, послушайте, люди перестанут покупать картины. Вы бескорестный Дон Кихот от антикварной торговли». Блэк польщенно улыбнулся и, смилостившись, снова взялся за быту. «Сейчас столько разговоров о социализме», продолжал он. А между тем, все самое прекрасное в мире и так открыто для каждого. Музеи, библиотеки, да и музыка. Вон какие замечательные концерты по радио. Тосканини со всеми концертами и сифониями Бетховена. Каждую неделю в музыкальном часе. Не было в истории эпохи более благоприятной для комфортабельного сибиритского существования, чем нынешнее. Вы только взгляните на мою коллекцию альбомов по искусству. Когда есть такое, да еще музеи, зачем вообще держать картины дома? Нет, честное слово, иногда хочется просто забросить профессию и жить вольной птицей. Почему же вы этого не сделаете, им поинтересовался. Я на всякий случай хватаюсь за рюмку, которую он успел мне налить. Блэк вздохнул. Это все двойственность моей натуры. Я не мог не любоваться этим благодетелем человечества. Он обладал поистине изумительным свойством свято верить во все. Во все, что говорит данную минуту. Однако на самом деле он ни единой секунды и ни единому слову своему при этом не верил. Что и спасало Блэка от репутации, хвастливого болтуна и даже напротив придавало ее облику блеск ироничной элегантности. Сам того не зная и не желая признавать, он был актером и всю жизнь актерствовал. Позавчера мне позвонил старый Дюран II, продолжал Блэк. У этого человека 20 миллионов долларов, и он хочет купить маленького Ренуара. При этом у него рак в последней стадии, о чем он прекрасно знает. Врачи дают ему всего лишь несколько дней жизни, но я беру картину и еду к нему. Спальня старика просто пропахла смертью, несмотря на всю дезинфекцию. Смерть, да будет вам известно, самый стойкий парфюм, она перебивает любой запах. Сам старик уже просто скелет. Одни глазищи остались, кожа как пергамент, только вся в коричневых пятнах. Но в картинах разбирается, в наши дни это редкость. А еще больше разбирается в деньгах, что в наши, да не совсем не редкость. Я запрашиваю 20 тысяч, он предлагает 12. Потом, с невероятными гриппами в груди, задыхаясь от приступов кашля, поднимается до 15. Я вижу, что он хочет купить, и не уступаю, но и он уперся. Можете себе представить, миллионер, которому осталось притянуть всего-то пару дней, как горошовый старьевщик торгуется за свою последнюю радость в жизни, при этом ненавидит своих наследников лютой ненавистью. Ай, бывает, что миллионеры внезапно выздоравливать, заметил я. С ними и не такие чудеса случались. Ну и чем же дело закончилось? Я унес картину обратно. Вон она стоит. Взгляните. Это был прелестный маленький портрет мадам Анрио. Черная бархатная лента обвивала изящную шею. Портрет был написан в профиль и весь являл собой воплощение юности и трепетного ожидания грядущей жизни. Неудивительно, что заживо разлагающийся старец захотел обладать образом этой юной красоты, как царь Давид в Версавии. Рейджинальд Блэк взглянул на часы. Так, самое время очнуться от грез. Через четверть часа к нам пожалует оружейный магнат Купер. Американская армия наступает по всем фронтам там. Списки убитых растут. Для Купера это самая настоящая страда. Он поставляет товар безостановочно. Всю его картину надо было украсить траурными лентами. И под каждой для пущей красоты установить пулемет или огнемет. Однажды вы уже делились со мной этой идеей, когда Купер купил у вас последнего дога. Зачем тогда вы ему продаете? Я вам и это уже однажды объяснял, сказал Блэк с нотками досады в голосе. Все из-за моей проклятой двойственной демонической натуры Джекеля и Хайда. Но Купер у меня за все посплатится. Я запрошу с него на десять тысяч больше, чем запросил бы с оптового торговца удобрением или шелковыми нитками. Блэк осекся, оглянувшись в сторону входной двери. Тут и я услышал звонок. На десять минут раньше, буркнул Реджинальд, один из его излюбленных финтов. Либо раньше, либо позже. Если раньше, начнет объяснять, что в его распоряжении буквально несколько минут. Ему срочно надо Вашингтон или на Гавайи. Если позже, значит решил меня потом и измогать ожиданием. Я запрошу с него на одиннадцать тысяч больше. Даю Вам руку на отсечение, если уступлю хоть цент. А теперь живее. Наш личный коньяк убрать. Давайте бутылку для среднего клиента. Этот стервятник мировых побоишь, а лучшего коньяка и не заслужит. К сожалению, в коньяке он смыслит не больше, чем в живописи. Так, а теперь марш в засаду. Когда понадобится, я Вам позвоню. Я устроился на своем наблюдательном посту и раскрыл газету. Блэк был прав. Американские войска наступали повсюду. Заводы и фабрики Купера работали на полную мощность, обслуживая массовое смертоубийство. Но если Реджинальд Блэк считает себя благодетелем миллионеров, то разве не прав по-своему и этот стервятник считает себя благодетелем человечества? И разве массовое смертоубийство не спасает сейчас Европу и весь остальной мир от еще большего ужаса, от изверка, надумавшего поработить весь континент и истребить целые нации? Вопросы, на которые по сути нет ответов, а если и есть, то лишь очень кровавые. Я пустил газету и стал смотреть в окно. Да чего же шустро убийства умеют менять имена и прикрываться великими понятиями чести, свободы, человечности? Каждая сторона взяла их на вооружение. И чем свирепее диктатура, тем гуманнее лозунги, под которые она вершит свои преступления. А убийство? Что такое убийство? Разве кровное место не убийство? Где тут начинается произвол? Где кончается право? И разве само понятие права же не прикончено наиболее истовыми праворевнителями? Уголовники из германских концлагерей продажными судьями, что радостно служит преступному режиму. Какое же тогда еще возможно право, кроме мести? Над головой у меня резко затрезвонил звонок. Я опустился по лестнице. С порогом не окутала ароматным облаком гаванские сигары. «Господин Зомер?» – спросил меня Реджинальд. «Блэкс, воссиза, это бачное Марио. Зачем вы заявили господину Куперу, что эта картина хуже того Дега, которого он недавно у нас купил?» Я уставился на Купера в полном изъявлении. Этот стервятник лгал, причем лгал нагло и в открытое. Он прекрасно знает, что я в безвыходном положении, поскольку никогда не осмелись назвать столь важного и к тому же вспыльчивого клиента лыжецом. «Говоря о таком мастере, как Дега, я бы никогда не стал оперировать понятиями лучше или хуже», – сказал я. «Это первейшее правило, вынесенное мной из лора. Просто одна картина может быть более закончена, другая менее. Это и составляет разницу между эскизом, этюдом и картиной, на которой поставлена подпись Метера». «Ни один из тех двух Дега не подписан. Это сообщает им, по мнению профессора Майера Грефа, истинное величие той завершенности, которая оставляет простор для любой фантазии». Роженант Блек лял на меня ошарашенно, явно потрясенный моей внезапной эрудицией. Цитату я вычитал пять минут назад на своем насессии, схватив наугад первую попавшуюся книжку. «Вот видите, только и сказал Блек, поворачиваясь к Купера. А-а-а, ерунда!» – пренебрежительно отмахнулся этот мужлан с лицом цвета непрожаренного бюштекса. «Лувр, шувр!» «Да кто кому этому поверит?» Он сказал, «Эта картина хуже. Я сам слышал, на слух пока что не жалуюсь. Я понимал, что все это пустая болтомля, лишь бы сбить цену, но счел, что даже столь благородная цель еще не повод меня оскорблять. Господин Блек, – сказал я, – по-моему, дальнейший разговор все равно не имеет смысла. Только что позвонили от господина Дюрана Второго. Он покупает картину, которую вы просили привезти». Купер хохотнул, кудахтающим смеха рассерживая Дюка. «Хватит блефовать-то! Я случайно знаю, что Дюран Второй отдает концы. Ему картины уже не нужны. И единственное, что ему сейчас нужно, – это гроб». Он торжествующе посмотрел на Роджинада Блека. Тот ответил ему ледяным взглядом. «Я сам знаю, что он при смерти», – сказал Блаксуха. «Я был у него вчера». Купер снова отмахнулся. «Он что, гроб, что ли, будет оклевать этими импрессионистами?» – издевательски воскликнул оружейный магнат. «Такой страстный коллекционер и знаток, как господин Дюран Второй, никогда бы так не поступил. Но на то время, которым еще осталось прожить, он не хочет отказывать себе ни в какой радости. Деньги, как вы понимаете, в этом случае уже не играют роли, господин Купер. На пороге смерти нет смысла скоретничать, как вы только что слышали, Дюран Второй хочет получить этого Дега. «Ну и отлично, пусть получает». Блакоглазом не моргнул. «Запакуйте, пожалуйста, картину господин Зомбер и доставьте ее господину Дюрану Второму». Он снял Дега с мольберта и передал мне. «Я рад, что все так благополучно кончилось». «Это очень благородно с вашей стороны, господин Купер, уступить умирающему, дабы не отравлять ему последнюю радость в жизни». «На рынке еще много других Дега. Может, лет через пять, через десять нам снова попадется работа с той же отменного качества». Он стал. «Ничего другого я вам, к сожалению, предложить не могу. Это была моя лучшая картина». Я направился к дверям. Я нарочно шел немедленно, чтобы Купер не заподозрил Блеф, а деловито и быстро. Словно очень тороплюсь доставить картину к ложу умирающего Дерана Второго, пока тот жив. Оказавшись у двери, я был уверен, что Купер меня окликнет, но оклика не последовало. Разочарованный, я поднялся на свой насец, переживая из-за того, что очевидно запорол шефу сделку. «Однако я недостаточно хорошо знал Блэк, а через пятнадцать минут раздался звонок. «Картину уже увезли?» спросил Блэк бархатным голосом. «Господин Зомер как раз с ней уходит», сообщил я заполошенным фальцетом. «Догоните его, пусть принесет картину обратно». Торопях я кое-как завернул картину и опять спустился вниз, готовясь снова ее распаковать. «Не надо разворачивать, недовольно пробурчал Купер. После обеда доставите ее у меня домой, а после расскажите мне, что у вас есть третий ДГА и еще лучше этого. Ух, аферисты!» «Да, есть еще один ДГА такого же класса», холодно ответил я. «Вы совершенно правы, господин Купер». Купер скинул голову, как напуганный боевой конь, готовящийся заржать. Даже Реджинель Блэк глянул на меня с любопытством. «Этот ДГА вот уже двадцать лет висит в парижском лоре», закончил я. «И не продается». Купер перевел дух. «Избавьте меня от ваших шуток», буркнул и потопал к двери. Реджинель Блэк отодвинул коняк для клиента в сторонку и принес свою заветную бутылку. «Я горжусь вами», – завел он. «Может, Адюрана II, правда?» «Звонили». Я кивнул. «Он хочет еще раз глянуть на Ренуара. Портрет молодой мадам Аннарио. Просто кстати пришлось». Блэк извлек из своего красного софьяного бумажника сотенную купюру. «Премия за отвагу, проявленную перед лицом неприятеля». Я с удовольствием сунул купюру в карман. «Вам удалось получить с Купера всю контрибуцию или нет?» – спросил я. «Всю?» – до последнего цента радостно доложил Блэк. «Нет ничего правдивее полуправды. Мне пришлось поклясться Куперу жизнью собственных детей, что я вчера действительно был у Адюрана II. Жуткая клятва. Но я же там был, с Ренуаром. А насчет Дега Купер с меня клятвом не врал. Все равно сказал. «Это же надо. Изверг какой». Блэк улыбнулся, улыбкая хирургима. «Так у меня ж нет детей», сказала он. «Джесси», – пролепетал я испуганно, «как ты замечательно выглядишь». Она лежала на больничной койке, какая-то неожиданно маленькая, бесплотная, мертвенно-серая, с восковым лицом. Только беспокойно бегающие глаза были больше обычного. Она попыталась улыбнуться. «Все так говорят, но у меня есть зеркало». Только оно мне и не врет. Рядом уже суетились двойняшки. Они принесли яблочный пирог и термос кофе. «Кофе здесь безобразный», – пожаловалась Дельси. «Такой кофе я вам предложить просто не могу». «Вот мои близняшки принесли хорошего». Она повернулась к Роберту Хиршу. «Выпей чашечку». «Роберт, за мое здоровье». Мы с Хиршем укратко переглянулись. «Конечно, – Джесси, – сказал он, – кофе у тебя всегда был отменный, что в Париже, что в Марселе, а теперь вот в Нью-Йорке. Этим кофе ты столь раз вытаскивал нас из депрессии». Помню, 41-го летом в настоящих парижских катакомбах в подвале гостиницы «Лютецца» наверху маршируют немцы, только собаки игра хочут, а внизу старый советник коммерции Буш надумал покончить счеты с жизнью. Будучи евреем, он вдруг не пожелал пережить еще одно христианское празднество всеобщей любви. Еды у всех почти никакой. И тут являешься ты с огромным кофейником и с двумя яблочными пирогами. Ты получила все это у хозяина гостиницы в обмен на рубиновую брошь и пообещала ему еще рубиновое кольцо, если он неделю нас не выдаст. Это было в самый разгар паники, первого большого страха. Но ты смеялась и даже старого диабетика Буша в конце концов заставила улыбаться. Ты нас всех тогда спасла, Джесси, твоим замечательным кофем. Она внимала Роберту с улыбкой истово, будто истомленной жаждой, а он сидел перед ней на стуле, словно сказочник из страны Востока. Но Буш через год все равно умер, проронила она. Да, Джесси, но его не убили в немецком концлагере, он умер во французском лагере для интернированных лиц. А до этого ты привезла его через всю оккупированную зону в твоем почти самом парадном наряде, Джесси. На тебе был парик, шикарный костюм шотландской шерсти и дамское пальто кораллового цвета. А на случай, если вас все-таки остановят и Бушу придется говорить, ты наложила ему какую-то невероятно сложную повязку, в которую он якобы мог только мычать. Ты была просто гений, Джесси. Она слушала Хирша так, будто он и вправду рассказывал из сказки, а ведь это было самое, что ни на есть, жестокая и горькая быль, которая только здесь, в обстановке больничной палаты, с ее легким запахом, спекшейся кровью, дезинфекцией, гной и жасминных духов, торопливо разбрызганных повсюду двойняшками, казалась чем-то совершенно ненастоящим. Для Джесси слова Хирша звучали как «самое сладкое колыбельное». Она прикрыла глаза, оставив только узенькие щелочки, и слушала. «Зато потом, Роберт, ты переправил нас через границу на своей машине», сказала она после паузы, под видом испанского вице-консула в машине с такими важными дипломатическими номерами. Она вдруг рассмеялась. «А уж что-то вытворял потом, но я тогда уже была в Америке». «И слава Богу, что ты была тут». Лега, слегка покачиваясь, подхватил Хирш всем же, тем же странным, почти монотонным распьем. «Что бы иначе было с нами, со всеми?» «Кто бы снашивал здесь башмаки, добивал пороги, добывая гарантийные ручательства и деньги, спасая нас всех?» «Ну уж не тебя, Роберт», перебила Джесси, улыбаясь уже почти задорной и с хитрецой. «Ты-то и сам не пропадешь». Стало темно. Близняшки замерли на своих стульях, хлопая глазами, как две изящных солушки. Даже похоронных дел церемонии министра Липшут вел себя тихо. Составитель кровавого списка зловеще что-то про себя подсчитывал. Когда пришла медсестра проверить повязки и мерить температуру, колер откланялся первым. Утонченная натура. Он был способен выносить вид крови только в своих кровавых фантазиях. Поднялся и хирш. «По-моему, нас выставляет, Джесси. Но я скоро снова приду. Хотя, может, ты еще скорее окажешься дома». «Ах, Роберт, кто тебе это сказал?» «Как-то?» «Равич и бассе. Твои врачи». «А ты не врешь, Роберт?» «Нет, Джесси». «А что? Разве они тебе сами?» «Не говорили?» «Все врачи лгут, Роберт. Из милосердия». Хиш рассмирялся. «Тебе милосердие ни к чему, Джесси. Ты у нас отважная маркетанка. И ты веришь, что я отсюда выберусь?» В глазах Джесси вдруг застыл страх. «А ты сама не веришь?» «Днем я пытаюсь верить, а ночью все равно не получается». Сестра сделала запись температурным в листе, что и села в изножья кровать. «Сколько у меня там?» «Людвиг», – спросила Джесси. «Я в этой их цифире по Фаренгейту ни черта не смыслил. Что-то около 38, по-моему, твердо сказал я. Я понятия не умел, как переводят Фаренгейта на Реомюра. Но одно я знал точно. Для больного самый лучший ответ – быстрый. «Вы слышали, что Берлин бомбили?» – прошептала Джесси. Хирш кивнул. «Как в свое время и Лондон, Джесси. Но Париж не бомбили», – заметила она. «Нет, американцы нет», – терпеливо согласился Роберт. «А немцам и не понадобилось. С лета сорокового Париж и так принадлежал им». Джесси чуть виновата кивнула. В ответ Роберт Анна расслышала нотку легкой укоризны. «Англичане и Баварскую площадь Берни разбомбили», – сказала она тихо. «Мы там жили». «Твоей вины в этом нет, Джесси». «Да я не о том, Роберт». «Я знаю, о чем ты, Джесси. Но вспомни, Ланский катехизис, параграф второй. Никогда не делай несколько дел одновременно. Нельзя забивать себе мозги, когда за тобой охотится гестапо. Твое дело сейчас – выздоравливать. И как можно скорее ты нам всем нужна, Джесси». «Здесь-то для чего кофе вас угощать? Здесь я никому уже не нужна. Люди, полагающие, что они никому не нужны, на самом деле часто самые нужны. Мне, например, ты очень нужна. Брось, Роберт», – возвратила Джесси с неожиданным кокетством голоса. «Тебе никто не нужен. Ты нужна мне больше всех, Джесси, так что уж храни мне верность». Странный был этот диалог. Почти как общение гипнотизера со своим медиум. Но было в нем и что-то еще. Нечто вроде ласкового, бескорыстного, тихого объяснения влюбинного явленного волшебника Роберта к этой старой, покорной, внимающей ему женщине, на которой, казалось, каждое его слово простирает покров утешения и спасительной дремоты. «Вам пора идти», – сказала сестра. Двойняшки, которые тоже еще оставались в палате, мгновенно вскочили. В сиянии холодного неонового света они казались призрачно-бледными, почти бесплодными. Хотя на обеих были ладные в обтяжку темно-синие джинсы. Они все еще терпеливо надели, что их возьмут в кино. Мы двинулись по пустынному, в этот час, больничному коридору. Двойняшки танцующим шагом шли перед нами. «Ах, какое зрелище для обожателя Задиков Бах», – подумал я. «Странно», – сказал я, – «что они до сих пор никого себе здесь не подцепили». «Так они и не хотят никого», – объяснил Хирш. «Живут у Джесси и ждут своего шанса выступить где-нибудь вдвоем, именно как сестры-бразнецы. Потому так судорожно за дружку держатся. Ведь их порознь не встречишь. Каждая думает, что без другой пропадет». Мы вышли на улицу и сразу кнулись в ее все еще теплую вечернюю суету. Мимоторопливо сновали люди, не желающие ничего знать о смерти. «Так что Джесси, Роберт?» – спросил я. «Ее правда так скоро выпишут?» Хиршки внула, они ее вскрыли и тут же снова заштопали. Джесси ничем не спасти. Я спрашивал Равича, метастазы повсюду. Когда помочь уже нельзя, в Америке не мучают людей бессмысленными операциями. Им просто дают спокойно умереть. Если, конечно, можно назвать спокойной смертью, когда человек орет от боли весь день и даже морфий ему не помогает. Но Равич надеется, что ей еще осталось несколько месяцев более-менее сносной жизни. Хирш остановился, посмотрел на меня с выражением бессильной ярости во взгляды. Еще год назад ее можно было спасти, но она ни на что не жаловалась. Думала, так, в Алячке от возраста что-то другое всегда было важней. Вокруг же полно несчастных, о которых ей нужно было позаботиться. Вечно этот идиотский героизм самопожертвований. Я теперь вот валяется ее никакими силами не спасти. Она догадывается? Конечно, догадывается. Как все эмигранты, она ни в какой хороший конец вообще никогда не видит. Почему, думаешь, я весь этот театр устроил? Ах, Людвиг, давай-ка зайдем ко мне, выпьем по рюмке. Не ожидал, что на меня это так подействует. Мы молча шли по вечерним улицам, на мостовых которых мягкий, меркнущий сентябрьский свет смешивался с разгорающимися огнями тысяч витрин. Я наблюдал за Хиршем во время его разговора с Джесси. Не только ее, но его лицо при этом изменилось ими почудилось, что ни одни глаза Джесси подернулись мечтательной дымкой воспоминаний. Суровые черты Макавея и Хирша тоже. Я-то знал. Воспоминания, если хочешь ими пользоваться, надо держать под неусыпным контролем, как яд, иначе они могут и убить. Украдкой я взглянул на Хирша. Лицо его приняло свое обычное вооружение, слегка напряженное и замкнутое. А что будет, когда Джесси уже не сможет переносить мучения, спросил я. По-моему, Равич не даст ей страдать и не станет держать ее в концлагере Господа Бога распятой на больничной койке, мрачно ответил Хирш. Он, конечно, подождет, пока Джесси сама этого не захочет, пусть даже она ему об этом не скажет. Равич сам за нее все почувствует, как почувствовал за Джоан Мадо. «Только не верь я, что Джесси этого захочет. Она будет бороться за каждый час жизни». Руберт Хирш открыл дверь своего магазина. Нас порога обдала холодным дыханием кондиционера. «Как из могилы Лазаря!» – буркнул Хирш и отключил охлаждение. «По-моему, он нам сейчас уже ни к чему», – добавил он. «Ненавижу этот отвратительный искусственный воздух. Лет через сто люди вообще будут жить под землей из страха перед достижениями человечества. Поверь, Людвиг, эта война не последняя, – он принес бутылку коньяка. «Ты-то, наверное, твоего господина Блэка теперь не таким коньяком угощаешься, а?» – пробормотал он с кривой охмылкой. «У антиквара всегда коньяк отличный. Профессиональная необходимость». «Покойный зомер мой учитель и крестный коньяка вообще не держал», – возразил я. «И я предпочту выпить стакан воды с тобой, чем с Блэком смаковать его о Наполеон. «Как поживает Кармен?» «По-моему, ей со мной скучно. Что за бред, скорее я могу предположить, что тебе с ней скучно?» Он покачал головой. «Это исключено. Я же тебе объяснял. Мне никогда не понять ее, поэтому и ей меня никогда не понять. Она для меня совершенно непроницаемый мир. Царство поразительной и непостижимой наивности. В сочетании с ее умопомрачительной красотой – это уже не глупость, а тайна. Я же для него всего лишь продавец электротоваров. Слегка тронутый, но, в общем-то, скорее скучный. И продавец даже так себе». Я взглянул на Льва, он горько улыбнулся. «Все остальное в прошлом. Больем поросло и годится только на то, чтобы потешить общими воспоминаниями умирающую боевую подругу». «Да, Людвиг, мы спасены, но даже чувство радостной благодарности за это спасение уже померкло. Его недостаточно, чтобы заполнить мою жизнь. Ты только посмотри на них, на наших с тобой знакомых. С тонущего корабля их выбросило на берег, на котором они теперь валяются. Не в силах отдышаться. Вроде уже и не выживание, но и это не жизнь. Кто-то, возможно, еще оклемается, придет в себя, обживется, но только не я. Да, по-моему, и не ты. Великая полуобморочная часть и спасение уже позади. Снова и уже давно наступили будни. Будни без цели и смысла. «Только не для меня, Роберт, для меня пока что нет. Да и для тебя еще нет». Он сокрушенно покачал головой. «Для меня раньше, чем для кого бы то ни было. Я знал, о чем он. Для него время во Франции было порой охота. Он почти единственный из нас был небесосчетной жертвой. Он сам стал охотником, рискнув противопоставить тупому варварству немецких каннибалов, эсэсовцев, хитрость и ум, сметку и отвагу. И сумел выйти победителем. Для него, но почти исключительней только для него одного оккупация, Франция стала его личной войной, Его личной победой, а не убойной облавой для загнанных жертв. Зато теперь, похоже, наступила неминуемая расплата, Ибо всякая пережитая смертельная опасность Постепенно приобретает в нашей памяти Сомнительный ореол кровавой романтики. Если человек вышел из этого испытания, Не покалечившись, целым и невредимым, Ахирш, по крайней мере, внешне был целый и невредим. Я попытался ее отлечь. Так Босце получил свои деньги. Он кивнул. Это было проще простого. Все равно мне это не по душе. Не хочу быть карающей немездой для жуликоватых евреев. Не верю я, что несчастье облагораживает о счастье и подавно. Так что совсем не все евреи стали ангелами. Он встал. Что ты делаешь сегодня вечером? Может, сходим поужинать в дары моря? Я видел, сегодня я ему нужен. И сам чувствовал себя предателем, когда ответил. Я сегодня встречаюсь с Марией. Забираю ее после съемок. Хочешь, пойдем вместе. Он покачал головой. Иди уж, держи, не упускай. Это я так, на всякий случай. Я знал, что она кажется. Он хотел побыть со мной вдвоем, выпить, поговорить. Пойдем. Предложил я еще раз. Нет, Людвиг. Как ему и в другой раз. Компаньон из меня сегодня не художественный. Черт его знает, почему с тех пор, как я здесь, смерть так действует мне на нервы. Особенно, когда она это так вот незаметно подкрадывается. Я имею в виду Джесси. Надо было мне стать врачом, как Раевич. Тогда я хоть бы как-то мог с этим бороться. А может, просто мы все перевидали многовато смертей на своем веку. Ну что ж, это была первая часть, вторая часть 18 главы. Вторая часть 18 главы романа Эрих Мария Ремарка «Земля обетованная». И вы были на канале Skyward. С вами был я, Вадим. Всем пока. До новых, ближайших, скорых встреч.